This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This is reading by Яковлев Валерий, Фёдор Михайлович Достоевский. Белая Ночь. Ночь третья. Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие тёмные ощущения, такие ещё неясные для меня вопросы, толпятся в моей голове. Как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить, ни мне разрешить всё это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать с неба и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала, она не хотела против себя говорить. Для неё этот день и светел, и ясен. И ни одна тучка не застелит её счастье. Коли будет дождь, мы не увидимся, сказала она. Я не приду. Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя. А между тем не пришла. Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь. Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным. Как кипит сердце любовью. Кажется, хочешь излить всё своё сердце в другое сердце. Хочешь, чтобы всё было весело, всё смеялось. И как заразительна эта радость. Вчера в её словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце. Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне. Как ободряла нежно моё сердце. О, сколько я отец-то от счастья. А я, я принимал всё за чистую монету. Я думал, что она. Но, боже мой, как же мог я за... Как же мог я это думать? Как же мог я быть так слеп, когда уже всё взято другим. Всё не моё. Когда, наконец, даже эта самая нежность её. Её заботы. Её любовь. Да, любовь ко мне была не что иное, как радость о скором свидании с другом. Желание навязать и мне своё счастье. Когда он и пришёл, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась. Она же заробила и струсила. Все движения её, все слова её уже стали не так легки, игривы и веселы. И странное дело, она удвоила ко мне своё внимание. Как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе. За что сама боялась. Если бы оно не сбылось. Моя Настенька так оробила, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю её. И сжалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других. Чувство не разбивается, а сосредотачивается. Я пришёл к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать. Не предчувствовал, что всё это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на её зов. Она пришла раньше меня. Целым часом. Сначала она всему хохотала, всему слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк. «Знаете ли, от чего я так рада?» Сказала она. «Так рада на вас смотреть. Так люблю вас сегодня». «Ну?» Спросил я, и сердце моё задрожало. «Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся. А вы такой милый!» Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась. «Боже, какой вы друг!» Начала она через минуту очень серьёзно. «Да Бог вас мне послал!» «Ну, что бы со мной было, если бы вас со мной теперь не было?» «Какой вы бескорыстный!» «Как хорошо вы меня любите!» «Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья!» «Я буду вас любить почти так, как его!» Мне стало как-то ужасно грустно в этом годовении. Однако что-то похожее на смех зашевелилось в моей душе. «Вы в припадке!» «Сказал я. Вы трусите, вы думаете, что он не придёт!» «Бог с вами!» Отвечала она. «Если бы я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакал от вашего неверия, от ваших упрёков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу, но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да, я как-то сама не своя. Я как-то все в ожидании чувствую, всё как-то слишком легко. Да, полноте, оставим про чувства». В это время послушались шаги, и в темноте показался прохожий, который шёл к нам навстречу. Мы оба задрожали. Она чуть не вскрикнула. Я опустил её руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он. «Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку?» Сказала она, подавая мне её опять. «Ну, что же, мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга. Как мы любим друг друга!» Загорчал я. «О, Настенька, Настенька!» Подумал я. «Как этим словом ты много сказала! От этакой любви Настенька в иной час хладеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая как огонь. Какая слепая ты, Настенька! О, как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!» Наконец сердце моё переполнилось. «Послушайте, Настенька!» Закричал я. «Знаете ли, что со мной было весь день?» «Ну что, что такое? Рассказывайте скорее!» «Что же вы до сих пор всё молчали?» «Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом...» «Потом я пришёл домой и лёг спать». «Только-то?» Перебила она засмеявшись. «Да почти только-то. Отвечал я, скрепя сердцем. Потому что в глазах моих уже накипали глупые слёзы. Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто я не спал, не знаю, что было со мной. Я шёл, чтобы вам это всё рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность. И словно вся жизнь остановилась для меня, когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминается мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей. И только теперь... Ах, боже мой, боже мой, перебила Настенька. Как же это всё так? Я не понимаю ни слова. Ах, Настенька, мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление. Начал я жалобным голосом, в котором скрывалась ещё надежда, хотя весьма однурённая. Полноте, перестаньте, полноте, заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка. Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела-шлавлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтобы я тоже смеялась, и каждое измущённое слово моё отзывалось в ней. Таким звонким, таким долгим смехом я начал сердиться, а она вдруг пустилась кокетничать. Послушайте, начала она, а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. — Разберите-ка после этого человека, но всё-таки, господин невреклонный, вы не можете похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам всё говорю, всё говорю, как бы глупость не промелькнула у меня в голове. — Слушайте, это одиннадцать часов, кажется, — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдалённой городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать. — Да, одиннадцать, — сказала она, наконец, робким, решительным голосом. Я тотчас же рассказывал, что напугал её, заставил считать часы и проклял себя за припадок злости. Мне стало за неё грустно, и я не знал, как искупить своё прегрешение. Я начал её утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы и доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как её в эту минуту, да и всякие в эту минуту как-то радостно выслушивают. Хоть какое бы то ни было утешение, и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания. Да и смешное дело начал я, всё более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств. Да и не мог он прийти. Вы и меня обманули, и завлекли на Настенька, так что я и времени счёт потерял. Вы только подумайте, он едва мог получить письмо. Положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придёт не раньше, как завтра. Я за ним завтра, чем свет схожу, и точно же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятности. Ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его до сих пор не читал. Ведь всё может случиться. Да, да, отвечал Настенька. Я не подумал. Не подумала, конечно, всё может случиться, продолжал. Она сам изговорчивым голосом, но в котором, как досадная диссанная наслышалась, какая-то другая отдалённая мысль. Вот что вы сделаете, продолжала она. Выйдите завтра как можно раньше, и если я получу что-нибудь, то ты же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу. И она начала повторять мне свой адрес. Свой адрес. Потом она вдруг стала так нежна, так рабка со мной. Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил. Но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворила от меня головку. Я взглянул ей в глаза. Так и есть. Она плакала. Ну, можно ли? Можно ли? Ах, какое вы дитя, какое ребячество. Полноте. Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок её дрожал, и грудь всё ещё колыхалась. Я думаю о вас, сказала она мне после минутного молчания. Вы так добры? Вы так добры? Что я была бы каменной, если бы не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас. Я не отвечал ничего. Она сказала, ждала, чтобы я сказал что-нибудь. Конечно, я, может быть, не совсем ещё его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьёзный, такой, как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моём нежности. Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком, но всё-таки я его как-то слишком уважаю. А ведь это как будто бы мы и не равня. Нет, Настенька, нет, отвечал я. Это значит, что вы его больше всего на свете любите. И гораздо больше себя самой любите. Да, положим, что это так, отвечала наивная Настенька. Но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Теперь, только я теперь не про него буду говорить. А так, вообще, мне уже давно всё это приходило в голову. Послушайте, зачем мы всё не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер своё слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их. Ах, Настенька, правда вы говорите? Да ведь это происходит от многих причин, перебил я сам более чем, когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства. Нет, нет, отвечала она с глубоким чувством. Вот вы, например, не таков, как другие. Я, правда, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую. Но мне кажется, что вы, вот, например, хоть бы теперь, мне кажется, что вы чем-то для меня жертвуете, прибавила она робко, мельком взглянув на меня. Вы меня простите, если я вам так говорю. Я ведь простая девушка. Я ведь мало ещё видел на свете и право не умею иногда говорить, прививая она голосом дрожащим от какого-то задаённого чувства и стараясь между тем улыбнуться. Но мне только хотелось сказать вам, что я благодарен, что я тоже всё это чувствую. О, дай вам Бог за это счастье. Вот то, что вы мне не сказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда. То есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете. Вы, правда, совсем другой человек, чем, как сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастья с ней. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю. Она замолкла и крепко пожала мне руку. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут. Да, видно, что он не придёт сегодня, сказала она, наконец, подняв голову. Поздно. Он придёт завтра, сказал я самым уверительным, твёрдым голосом. Да, прибавила она, развеселившись. Я сама теперь вижу, что он придёт только завтра. Ну тогда свидание. До завтра, если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, не примерно приду, чтобы со мной ни было. Будьте здесь непременны. Я хочу вас видеть, я вам всё расскажу. И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня. Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли? О, Настенька, Настенька, если бы ты знал, в каком я теперь одиночестве. Когда пробило девять часов, я не мог сидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на немностное время. Я был там, сидел на нашей скамейке, я был вошёл в их переулок, но мне стало стыдно. Я воротился, не взглянув на их окна. Не дойдя двух шагов до их дома, я пришёл домой в такой тоске, в которой никогда не бывало. Такое сырое, скучное время. Если бы была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь. Ну, до завтра, до завтра. Завтра она мне всё расскажет. Однако, письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе. The end of the night three.